Напиши мне сама в ВК, типа, я же трансляцию провожу, чё там. И, кстати, по поводу волос, уже месяц почти прошёл, надо восстанавливать, и я хочу волосы полечить. Вот. Короче, так и живу. Сейчас с Кириллом пойду гулять. Посижу с ним, пойду играть в Uncharted, и монтировать для вас новое видео. Так и живу. Лет началось. Такая я шлюшка. Капец. Просто. Вот. Новое видео на этой неделе. Мстите. Я устала. Капец. Ой, там кто-то сидит, а я веду перископ. Но я сделаю хитрее и перейду дорогу, где нет людей. Блин. Я так рада, что, оказывается, есть хорошие люди, хорошие женщины, девочки, девушки. Это круто. Я прям воодушевилась. Личко закрыт. Что? Короче, вы какие-то... О чем видео с Кириллом выйдет? Про подружек. Вот. Я не могу тебе написать. А, ну сейчас я тогда закончу трансу и напишу тебе. Или тебе продиктовать сейчас мой номер телефона, чтобы ты написала мне ватсапа, Заза. Вот где логика? Она... Я расстроен, что в Москве светло очень. Просто, просто утро. А еще мне кажется, что я немножко заблудилась. Я сейчас описываюсь. Просто капец, как хочу в туалет. Я столько выпила сегодня жидкости. И жарко сегодня было. Капец. Я думаю, умру. Я не понимаю... А, нет, все, я понимаю, где я нахожусь. Я ненавижу этот район, потому что здесь постоянно перекрестки. Я постоянно здесь заблуждаю, блин. Прям хейт. Чувствую себя, как умственно, блядь, отстала. Е-рок. Прости, чувак, тебе придется меня пропустить, потому что мамочка бежит писать. Так и живу. Ой, я сейчас такая растопкая, супер такая, дорогая. Е-рок. Фига, меня смотрело сейчас 600 человек? Охренеть. Ой. Капец. А. Все бесит. Вот. Не знаю, что вам еще сказать. Сходила погулять. Потом встретилась с подругой. Ой, у меня еще сегодня кофе угостили, это было прикольно. Вот. Короче. Гигири Азизас. Господи, я почти пришла и бегу писать. 609 человек, шок. Девку стыть нельзя терпеть. Терпеть нельзя, но я уже все. Почти пришла. Уже бегу садить свою жопку на туалет и пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись-пись. Все. Всех люблю, еще что-нибудь проведу сегодня. Когда-нибудь я пройду уже вторую часть, потому что у меня все нет времени играть. Кирилл вам же говорил, не задавайте вопросы. А, да, правильно, не задавайте метель. А че так громко-то, блядь? Все, я здесь, я не плачу, блядь. Нет, не ходила на фестиваль карасок. Я похудела немножко на нервной почве. Чуть-чуть на килограмм или полтора, там вообще копейки. Я сейчас опять на диету сажусь, потому что скоро на море. И я хочу за две недельки уменьшить чуть-чуть ляшечки. Вот. Нет, я еще не ложилась спать. Я, наверное, не буду сегодня спать. А, вот и пульт. Обмотанный скотчем. Угу. Где здесь делается громкость? Вот. Ксюша, независимая женщина, она не плачет. Все правильно. Как уменьшить ляшки? Худеть и заниматься спортом. У меня сейчас чувак составляет программу личную. Я потом сделаю пост в Инстаграме об этом. И я, наверное, даже буду вести видео-дневник, как я худею. Типа, я не буду вам говорить, что типа, ой, да я вешу всего 60. Кого ты обманываешь, Ксюша? Ты весишь больше. Короче, похудею, стану соской. И будет у меня до хера мужиков. Фига у меня, сиськи. Вау. Такое все лицо потное. Весь день было так душно, просто нереально. Какая-то жесть. О, ты говорила до этого, что будешь вести инсту, там, как ты худеешь. Ну, что-то не. Не, я начала ее вести. Я реально худела, я похудела. Но прикол в том, что я все время забывала делать какие-то посты. Мне было лень делать фоточки. Я думаю, превратить свой второй вот этот Инстаграм похудение в лайф, типа, Инстаграм. Ну, я не знаю, что туда. Или, типа, в Инстаграм, куда я пишу свои мысли, чтобы не срать основной Инстаграм. Ну, типа, как Инстаграм личный дневник. Что-то такое. А, какой самый твой большой вес? Семьдесят четыре. Я весела. Однажды. Классные брови, спасибо. Ты приедешь в Самару? Конечно. Уже выезжаю. Не знаю, я тут... Альфа-фьючер... Альфа-фьючер-пипл должен быть скоро в каком-то городе. И я туда еду. Не знаю, правда, что за город. Не помню, что за город, если честно. Это двадцатого, двадцатого числа. Что за херня происходит? Какой у меня рост? У меня рост сто семьдесят. Это очень красиво, может быть. Нижний Новгород. Ну, значит, Нижний Новгород. Нравится жить в Москве, стоит переезжать. Не знаю, каждому своё. Некоторым нравится Питер, некоторым нравится Москва. Я люблю Москву. И, честно, мне будет очень грустно, если я захожу... Ну, я хочу переехать, но мне будет очень грустно покидать этот город. Потому что Москва — это город движения. И, не знаю, я привыкла к этой... Что я постоянно куда-то бегу и двигаюсь. И, короче, так. Потные рожи — это мой девиз по жизни. Давайте, задавайте свои вопросы. Да, собираюсь за границу, но рассказывать пока ничего не буду, чтобы ничего не сорвалось. Но это лето просто топовое пока что. Это лето у меня удаётся просто на сто двадцать процентов. Правда, бывают такие неудачные дни, как сегодняшний. Точнее, нет, день-то был неплохой. Очень даже неплохой. Я нашла ещё одну адекватную бабу, с которой я могу общаться. Мы с ней очень, кстати, похожи. Прямо я как будто шла сама с собой разговаривала. Она, правда, пиздец какая красивая. Я чувствую себя её жупой. Ну, не суть. У меня был плохой вечер. Точнее, ночь. Не очень вышло. Вот. Ты никогда не едешь по маленьким горах, хотя тебя все ждут и надеются, почему ты не ездишь. Ну, потому что, наверное, у меня нет возможности туда ездить. Как бы, типа, если меня зовут в какие-то города, то я по возможности всегда как бы выезжаю, чтобы сделать там встречу с вами. То есть, самой у меня нет возможности и времени, допустим, с универом и прочей там ездить по маленьким городам. Вот. Давайте ещё вопросики. Ещё минут пять посижу с вами, пойду играть. Да, девочка Елена какая-то там, мы поняли, что ты делала ночью, осень. Очень пошлые подозрения, очень. Ничего плохого я не делала. Это майка белая, да, это майка. А недвижимость дорогая у Москвы, я смотрю где, ну вообще да, очень. Ну, блин, ну всё познаётся в сравнении, понимаете. Для кого-то это недорого, для кого-то это дорого. Я вот тут нашла квартиру на Повелецкой, это кольцевая, около набережной, это новостройка. Дом достроится через полтора года, и двухкомнатная квартира там стоит, ну довольно просторная, двухкомнатная квартира там стоит 8 миллионов 200 или 8 миллионов 900, где-то так. Ну, для кого-то это недорого, для кого-то это дорого, я не знаю. Нет, я не одна сейчас дома, но кто хочет ездить на машине? Да, я буду ездить на машине в этом году уже, в конце года. Просто я слишком ленивая. И на самом деле, если бы не была такой ленивый, то я бы уже сейчас ездила на машине. Ну просто, вы же знаете меня, я ленивый пельмешек, такой рулетик, который типа, можно поспать, пожалуйста, побольше. Не хочу вставать. Причесон. Ой. Господи, о господи, о господи. Причесон называется открытые окна в тачке, потная рожа, вот как причесон называется. Спасибо большое, ребят. Сколько у меня время? У меня... Сейчас посмотрю. 3 часа ночи. Спасибо. Как побороть свою застенчивость? Забить член на то, что скажут люди. И делать то, что тебе хочется. Ты так мило чихаешь? Мне все почему-то это говорят. Я не почему всех это удивляю. Ну точнее, все говорят, что я мило чихаю. Мне кажется, я чихаю как... Не знаю, как-то. До 11-го. На мне сейчас только брови и немного туши. Все, больше нету косметики. Просто ноль косметики. Ноль. То есть бровки чуть-чуть. Ну как не чуть-чуть, просто брови сделала, оформила и тушью накрасилась. Не знаю, считаю, что летом накладывать какую-то тонну косметики. У меня наоборот летом кожа отдыхает. То есть никакой тоналки, никакой там, не знаю, не сиси-крема. Потому что тоналкой я не пользуюсь, только сиси-кремом. То есть кожа по максимуму должна дышать, отдыхать. Всякие масочки делать классные. Нет, я не грущу, я дома. Просто у меня была не очень удачная ночь. Ну в плане, я называю это вечером, потому что для меня это вечер. В соотношении с моим режимом для меня сейчас вечер. То есть я лягу спать часов через пять. Но мне придется очень рано встать. Так, в 12, наверное. Сделать делишки. А вечером пойду с подругой пить вино в ресторан. Что за украшение? Просто какое-то, не знаю. Мне я просто увидела, купила, им понравилось. Насколько процентов считаешь себя красивой? Я не знаю. В голову идет цифра 80. Пусть будет 80%. Остальные 20 просто похудеть. Я не считаю себя страшной. Я не считаю себя суперкрасивой. Но я понимаю, что я довольно симпатичная девушка. Потому что я пока сегодня шла домой. Это было очень смешно. Вот, кстати, я хочу провести вопрос 18+. Потому что, пока я шла, мне уже предложили присоединиться какие-то чуваки в ресторане. Я сказала, нет, до свидания. Потом я прошла дальше. Какой-то чувак сказал, ух, какая боевая и такая красивая. Может быть, познакомимся. Я сказала, нет, до свидания. Потом я шла домой. По дороге домой. И передо мной остановилась Ауди. И такой, эй, девочка, давайте познакомимся. Такая красивая. Я сказала, до свидания, блядь. Потом ко мне начал клеиться таксист. И не понимаю. Я вот серьезно. Я позвонила Кириллу. Я говорю, Кирилл, неужели я выгляжу как шлюха? Ну, то есть у меня что, вот здесь такая вывеска, типа Я люблю, когда ко мне пристают мужики на улице и пытаются со мной познакомиться. Я не понимаю. И меня это реально... Причем раньше такого не было. И меня это дико начинает выбешивать. Это знаете, как я трансляцию проводила, когда гуляла с собакой. И у нас, я, типа там, собака чья-то и моя собака, они, типа, поводками запутались у ребят. Ну, там пацаны сидели. И я попросила чувака подержать телефон, а он в трансляции сказал, что у меня зачетная жопа. Как бы где логика? То есть, ну, типа... Я не знаю, что происходит. Поэтому меня, если честно, это... Мне, конечно, это льстит, но меня это напрягает, потому что мне реально становится страшно. То есть, раньше я спокойно могла возвращаться домой в 3 часа ночи, то есть, пешочком от Кирилла. Спокойненько ничего не переживать, не париться. А тут, ну, просто, это просто... Даже я чувствую себя каким-то, не знаю, выжившая просто. И лишь бы добраться домой живой, чтобы меня никто там не запихнул в машину. И не убил, не изнасиловал там и прочее. Я вот реально сейчас так понимаю своего папу, почему папа так переживал. Все детство мне говорил, там, нельзя там ночью одной ходить. Ты, типа, девочка красивая. Я думаю, да ко мне никто никогда не приставал. Типа, и сомневаюсь, что вот, серьезно, вот только стукнуло 18, или, ну, я не знаю, может, у меня еще и табличка, типа, мне есть 18, да, теперь можно. То есть, ну, хер знает, мне реально страшно. То есть, нужно находить все... А еще, короче, я ищу себе друзей-парней. Друзья-парни, это круто. Все... Лимит бабской дружбы у меня закончил, поэтому я снова ищу друзей-парней. Хочу дружить, пишите директ 18+, только дружить. Кирилла немало, просто я хочу... Мне 18 лет, я считаю, что нужно общаться с людьми, я открыта к общению, и, несмотря на то, что я боюсь людей, я считаю, что с своими страхами нужно бороться и как-то преодолевать себя. Ну, то есть, это как саморазвитие, что ли, некое. Поэтому вот я и занимаюсь тем, что я преодолеваю свои страхи, и пусть я там знакомлюсь в сети, и там общаюсь, гуляю, но для меня это вообще очень большой прорыв, потому что я вообще всего этого боюсь. Ты не выгляжешь на 18 меньше? Да, мне сегодня сказали, что я выгляжу на 16. На 16, Карл! Я думаю, господи, еще можно столько бухать, чтобы выглядеть, типа, еще нормально выгляжем. Там какой-то вопрос был интересный, я хотела на него ответить, но я его пропустила. Не боишься писать первый? Ну, смотря кому. Ну, то есть, ну, если мне нравится мальчик, то я могу спокойно ему первый написать. Ну, типа, мужики тупые, они нихера не понимают, поэтому нужно писать привет, ты мне нравишься. И либо он ответит, ты мне тоже нравишься, либо он скажет нет, и ты не будешь терять времени и мысли на этого человека. Все очень просто в жизни, люди очень любят все усложнять. Усложнять всегда просто, а вот упрощать сложнее. Поэтому я стараюсь все упростить в своей жизни. Это очень тяжело, но по максимуму я стараюсь это делать. Если человек не хочет, там, с тобой общаться, то и хер с ним. Если человек хочет с тобой общаться, всегда, пожалуйста. Я всегда открыта к общению, я человек очень коммуникабельный в плане своих каких-то знакомых. Это, по-моему, Forever 21. Спасибо, что так часто с нами болтаешь. С нами болтаешь. Да, пожалуйста, мне самой очень приятно, что есть люди, которым интересны мои мысли. Ну, типа, это как личный дневник. Я думаю переносить это все в онлайн. То есть я хочу писать колонку, собственно, о чем я и говорила, что я хочу второй инстаграм превратить как в личный дневник. И что, типа, все, что я говорю, это будет в постах. Типа. Я вообще не знаю, зачем нужны трансляции, если не разговаривать. Типа, не знаю, провожу трансляции, когда мне либо одиноко, либо очень весело. Но сейчас мне одиноко, потому что все мои друзья спят, и мне не с кем поговорить. Не знаю, друзья, конечно, друзьями, но им не всегда вот это все выговоришь, потому что понимаешь, что у них там свои проблемы, им там не до тебя, и вокруг меня, блядь, летает комар, пошел нахот мои коленки тварь. Вот. Либо когда пью, но это бывает очень редко. Проще делать трансы, чем видосики. Блин, такой плюс, капец. Я думала, сейчас приду домой, буду делать видео на завтра. Ребят, простите, но завтра видео не будет, потому что я супер ленивая тварь. О, господи. Это все Кирилл виноват, потому что он подарил мне PlayStation 4 и дал поиграть в Uncharted. Если бы этого не было, я бы сейчас реально монтировала видос. А почему тебе не спится в такую рань? Потому что я сбила режим, и я ложусь где-то в 8-9 утра спать. Присыпаюсь в 5-6 вечера. Ну, либо я встаю пораньше, и... Ну, типа, сегодня я встала пораньше, и... Типа, гуляла, и... Типа... Все равно не хочу. Не знаю, у меня бессонница. Летние ночи, типа... Я некрасивая... Или красивая, я не знаю. Что-то в зубах застряло. Хочешь покрасить волосы необычный цвет? Нет, не хочу. Я хочу поддерживать амбре, который у меня сейчас, потому что мне очень нравится, что... Я вроде и светленькая, а вроде и нет. То есть это вот такая... Потому что я постоянно не могла определиться, типа, быть блондинкой или быть темненькой. А амбре это прям такое... Золотая середина для меня, потому что... Я вроде и светленькая, и вроде у меня и корни темные очень. Прям темные-темные. Блин, я забыла написать этой... Чуть бабе, блядь, ладно, потом напишу. Да, я буду получать второе высшее. И все будет окей. Что за прикол с Панчбобом? Есть такой мем просто. Какие парни тебе нравятся? Я уже тысячу раз говорила, какие парни мне нравятся. Еще раз вам рассказать, какие парни мне нравятся. Нос у меня курносый. Мне нравятся именно парни, а не телки с членом. А таких сейчас очень много. Рассказывай все. А ты можешь показать, как ты макияж на Сенсейшн? Дело очень красивое было. Да ради бога. Я хочу все начать снимать бьюти-видео, но, господи. Вы не представляете, как сложно заставить себя что-то делать. У меня столько идей, у меня просто голова взрывается от того, сколько идей. Но мне так лень. Это просто нереально. Понимаю, что нужно поднять вот здесь уголочек, чтобы брови были одинаковые. А какие девушки тебе нравятся? Мне не нравятся девушки. С кем ты сейчас общаешься очень много? С Таней, с Кириллом, с Андреем и с Аней. Все. А еще я веду перископ в трусах, а вы об этом не знаете. Ну, теперь знаете. Господи, сенсейшн был бомбический. Я пойду и в следующем году. Это просто меня так там колбасило. И я была так рада, что никто не говорит в час ночи, типа, вот мы уже все, типа, напились, уже устали, поехали по домам. Вот там прям дэнс, 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 все это время дэнс. Я такая, ядс. Я просто, я дорвалась до этой тусовки. И мне очень понравилось, что там еще такая атмосфера прям танцевать. Прям дэнсить жестко. Это прям очень круто. У меня такой заряд эмоций. И прям, я очень жалею, что я не взяла полароид. И не сфоткала со всеми ребятами, не сделала снимок. Потому что я хочу это лето запечатлеть на полароиде. Но, я думаю, будет еще время пофоткаться. Что делать, если парень променял меня на гулянке? А, забить на него хер и найти нормального мужика? И не париться из-за мудака? Баба, вы что такие глупые? Если у вас мужик не устраивает, шлите его нахер. Все же просто. Ну, типа, он что, единственный или последний парень на этой планете? Тем более, вам наверняка лет 15. О чем вы вообще говорите? Ну, послала, и флаг тебе в руки. Все, забей на него хрен. Живи дальше. В мире столько классных и крутых вещей, а ты страдаешь по какому-то мудаку. Ты что, дура, что ли, совсем? Прожигаешь свою жизнь на страдания по какому-то мудаку, который тебя не достоин. Алло, девочки, где ваше чувство собственного достоинства? Вот мне сегодня подруга так и сказала. Я люблю бухать больше, чем парни. Я думаю, вот это выбор. Нет, ну, у тебя аудитория не только из 15-летних. Я знаю, но просто откуда же мне знать, что, блин, мне сейчас сюда вот пишет не девочка 13 лет, которая страдает по чуваку, которого любят с детского садика, а бабы, которой там 20 лет. Пишите тогда возраст. Меня бросил парень. Что делать? Таня 21 год. И я такая, ой, Таня, привет, давай поговорим об этом. Блин, меня, сука, комар укусил прям вот, 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 прям, я не знаю, как это объяснить. Короче, чешется, капец. Логично. Нет, я не бухаю. А у меня нет комаров. Ну, тебе повезло. Я все никак не куплю этот раптор, который в розетку, блин, составляется. И, типа, комары умирают от него. Меня бросил парень Рита, 17 лет. О, господи, как это пережить-то? Такая потеря. Ты че, серьезно? What the fuck is this? Что с этим миром не так? Девочки, 17 лет. 17. Тебе что, 40? У тебя скоро климакс, и ты еще не родила себе спина грызой. И ты такая... Ребята, это просто капец. У меня шок. Шок. Самый настоящий шок. Вы че, дуры, что ли? Кажется, я уже тысячу раз пожалела, что выставила отношения на публику. Да, как раз в таком возрасте все искренне. Ой, да я тебя умоляю. Ты думаешь, и в 30 искренности не бывает? Вы че, я не понимаю, пересмотрели MTV или каких-то Дом-2? Я не знаю, или что сейчас вообще по телеку крутят. Вы че, отсталые что ли? Серьезно, вы в 17 лет рассуждаете так, как будто вам 50, вы прожили жизнь, у вас такой груз страданий, и жизнь вас так поимела за спиной? И типа, в 17 бывает искренне, и в 20 бывает, и в 30 бывает, и в 40, блядь, бывает, и в 50 люди находят друг друга, и любят друг друга поискреннее, чем вы в 17 лет. У меня вискарь крепче, чем ваша любовь. Я вас умоляю. То есть ты никогда не переживала за отношения? Ну, не то, чтобы я прям не переживала. У меня были серьезные отношения, и нужно понимать, что это ответственность, это работа. Куда нужно вкладывать силы, там, я не знаю, очень много всего вкладывать и отдавать. И, конечно, я переживала, потому что мне было обидно за то, что я отдавала человеку. А потом, ну, как бы, ну, я прекрасно понимала, что меня этот человек не устраивает, он мне не подходит. Как бы, зачем мне по нему, как бы, убиваться и страдать? Ё-моё, он ещё последний мужик. У меня, как бы, не то, что я была какой-то зашкварной бабой, но у меня были там отношения, там, и в 15 даже лет, и в 16 лет у меня были отношения. Я вас умоляю, я в этом возрасте даже не думала о том, чтобы страдать по мальчику. Ну, разошлись, причём меня никогда не бросали вообще ни разу в жизни. Всегда расставалась я. Ну, не нравится мне человек, ну, некомфортно мне с ним. Почему я должна там лишь бы не одна? Я вас умоляю, господи, боже мой. Девочки, ну вы чё, вообще ж всё неадекватные. Где у тебя реклама в Директе в Инстаграме? Конечно, я, блин, бывала и плакала пару раз из-за мальчика, но, типа, ну, потому что, блин, ну, как вам объяснить? Когда, допустим, вы там долго встречаетесь, то, конечно, там тебе обидно, что ты так старалась о них, и ты плачешь не потому, что вы расстались, а потому что тебе просто обидно, что так вышло, ты столько сил туда вложила, и они просто, блин, ты просто считай, блядь, просто выкидывала всё в помойку это. Это понятное дело, конечно, обидно, конечно, я девочка, я не отрицаю, могу и всплакнуть, но страдать и убиваться, сидеть там, как пережить расставание, ну вы чё, бабы, ну реально, вы дурочки вообще, что ли? Я понимаю, мне 18 лет, господи, да у меня этих мужиков ещё будет, просто пруд пруди, ё-моё. Пять минут хотела, и время уже, блин, без 24, пиздец. Поэтому я не понимаю вот этих вот девочек, которые там страдают из-за мальчиков, там днями и ночами слушают грустную музыку, да я вас умоляю, мне не всегда будет 18, мне не всегда будет 19, 20, я не хочу прожигать свою жизнь, вот эти тупые страдания, я лучше, не знаю, буду тусить, там, я не знаю, путешествовать, делать то, что я хочу, там, осуществлять свои мечты, чем буду страдать, ну вы реально, не ангел, но хранитель, е-е-е, девиз по жизни. Смотрите, я умею сиськой дёргать, без помощи рук. Второй рукой я держу телефон. И я-то и могу подвигать. Все ещё друзья с меня ржут, то, что я когда бешусь, или когда что-то рассказываю на эмоциях, у меня сиськи тоже двигаются, и они такие, типа, блин, так смешно, они такие, типа, пялиться туда, я такая, эй, чё вы пялиться, они такие, ничего, просто они так смешно двигаются, когда ты что-то говоришь или бесишься, я такая, ой, спасибо большое. Что, как? Как я двигаю грудью? Просто прикол в том, что у меня есть мышцы в груди, я их качаю, типа, отжимаюсь, вот здесь они находятся. И, типа, этими мышцами я могу двигать всей сиськой, типа, сокращать их. Супер-женщины, ты знаете, если я пойду устраиваться на работу, я в своём резюме напишу, круто двигаюсь сиськами, и всё-таки вы приняты. И я такая, ой, ладно, чё-то вы вопросов нифига не задаёте, и я уже не знаю, о чём разговаривать, и... Переживаю в своё переходное возрасте то, что в Хогвартс не попало. О, я бы взяла на работу. Возьми! Буду работать секретуткой. Иди, играю уже. Вы меня уже прогоняете? Ну, вообще, стоит ли поступать на журналистику? Нет. Давайте ещё один вопрос, и я пошла играть. Плакала из-за книги. Конечно! Конечно! Вы что? Конечно! Если вам понравилась трансляция, у вас есть минута поставить много мне лайков сейчас. Давайте, ставьте мне много лайков прямо сейчас, за то, чтобы я проводила такие трансляции дальше и разговаривала с вами. Если вам нравится, то обязательно ставьте сейчас прямо много лайков. Очень много лайков. Слишком много лайков. Прям ещё больше лайков. Давайте... Жру лайки. Люблю лайки жрать. Что делать, если в классе изгой? Ой, забить. Всё, ставьте ещё больше лайков. Давайте лайки, давайте. Хочу пять лимонов в перископе. Всё, ставьте лайки. Я пока с вами прощаюсь. Всё, всех люблю. Всем пока. Мамочка пошла играть в Uncharted. Больше лайков вы у меня, зайки. Спасибо, что лайкаете, смотрите, любите меня, потому что я тоже вас люблю. Всё, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok